Добрый день, с вами снова свободное радио Альбимута и проект Философский штурм. Сегодня я постараюсь прокомментировать презентацию, как всегда, любезно мне предоставленную около двух недель назад, Цветковым Сергеем Алексеевичем, где рассказывается, ну, который представляет из себя визуальные материалы к докладу Пахома Александра Георгиевича на семинаре в Рудне, посвященному опять исследованию аналогового сверхтемпературного генератора РОСИ. Очень многое в этой презентации совпадает с предыдущей, поэтому все-таки желающие могут это дело пролистать и не обращать это в студии внимательно, но это наш анализ. Так, значит, следующее, поехали. Узнать, что из себя опять представляет вискотемпературный реактор РОСИ. Вот уже год назад была предложена вот такая простая установка, масса 452 грамма. Это, значит, керамика из алюминия, диаметром 20 метров, длиной 20 метров. Ну, вот выступы есть тут своеобразные, выступы для того, чтобы было лучше тепло дня. Вот, два наконечника в каждой из каток-контакта. Там внутри утверждается, что находятся три провода, каждый каток соответствует определенной фазе трехфазного тока. Вот. Тут еще термопарный зон, который позволяет измерять температуру, которая у нас есть внутри. Поехали дальше. Так, вот здесь краткое описание после испытания реактора РОСИ. Вот обратите внимание, что он 23 часа работал без топлива, делаем скрепровочные измерения, потом целый 1,1, если я помню, и 1,1 грамма было топлива примерно загружено и включен нарастающий нагрев. Вот так, значит. Потом, значит, он работал целых 32 суток. И было аномальное количество энергии было выделено. Настолько аномальное, которое с уверенностью можно говорить, что если там ничего не напутали, то, значит, можно утверждать, что никакой химический процесс это дать не может. Это, безусловно, какой-то ядерный процесс. Напомню, что традиционное превосходство ядерных процессов над химическим это 3-4 порядка и выше. Но в данном случае гораздо выше. Вот он, лежал реактор РОСИ во время испытаний. Он постоянно записывался все 32 суток. Комната была собрана отдельно в другой даже стране. То есть РОСИ работает в Америке, я сам он итальянец. Это было сделано для того, чтобы не было обвинений в каких-то фальсификациях. Но я вспомню, что раньше люди говорили, что у него в потолке РОСИ стоит лазер, и которым невидимым способом эта трука надевается. Так, поехали еще дальше. Значит, мощность, как они измеряли? Мощность измеряли, у них складывалась из двух компонентов. Первое, это когда нагревался воздух окрестный, и второе, когда энергия уходила посредством излучения. Вот вся трубка разбивалась на такие участки, с них посредняя мерилась температура, потом под простым формулой это дело вычислялось, и говорилось, что он сколько сможет произвести энергию таким образом. И вот за двое суток мощность потребляемой энергии, вот она сделана, и получилось, что коэффициент вот здесь, посмотрите, он от 3,2 до 3,7 раза превосходит затраченную энергию, что вообще говоря очень важно. Поскольку я еще раз повторяю, речь идет о 32 сутках, и речь идет об одном или 2 граммах какого-то топлива, то эти данные поразительные. Они несомненно говорят, что здесь либо идут ядерные реакции, либо, я замечу, это реакции совершенно неизвестного, но с вершиндельным типом. Так, значит, что у нас происходило? Значит, у нас есть порошок никеля, там в виде гранул с естественным затрудненным составом. Кроме того, там было еще много чего накаплено. Но утверждается, что там, наверное, был алюмогидрид лития. Это вот такой популярный источник накопления водорода. Там на одну молекулу лития можно накопить аж 4 молекулы водорода и добыться, ну, такая, получается, специальная батарейка, как бы, для водорода. Вот, отработавшее топливо имело гранулы другого вида, и затрудный состав его принципиальным образом отличался. Ну вот, что здесь опять можно сказать, почему он принципиально различался. Вот природный литий, да? Вот он такой. А вот отработанное топливо. Мы видим, что у нас 6-го лития, которого в природе очень мало, больше гораздо 7-го лития, то у них ситуация радикальным образом меняется. Ну, там правились, конечно, разные гранулы, отсюда восхождение двумя разными способами возникает. Ну, и очень важно посмотреть, что у нас происходит с никелем. Ну, здесь никел, такое ощущение, что взял превратился в 62-й изотоп. А после 62-го изотопа, как бы, реакция не пошла. Ну, вот, его... Здесь, как бы, 64-го изотопа нет. Ну, вот так. Да, здесь это и говорится. Ну, вот, мы действительно, где-то по градусах 150 происходит разложение ремногидролики, и водород на связь выделяется. Таким образом, он накапливается в этой трубке и создает избыточное давление. Вот. Так, значит. Вот, Александр Георгиевич разумно предполагает, что высокотемпература реактора оси это, по сути, просто запечатанная жестокий цементный керамическая трубочка, в которой находится порошок никеля. Хочу заметить, что эту гипотезу господа пытались проверить, возвести результаты пархового эроси с известного сайта Екат, и у них это дело не получилось. То есть, гипотеза стоит, что у ребятишек руки растут из другого места, чем у Александра Георгиевича, и поэтому им просто не удалось добиться полной изоляции. То есть, не удалось удержать водород высоким давлением, а там может быть 100, может быть 200 атмосфер. И вот здесь его вот так нагревают. Ну, что еще сказать по поводу нагрева? Хочется сказать, что эти литки, например, весь там находятся в газообразном состоянии. Хочется заметить, что эта температура близка на температуре плавления никеля вполне возможно, что там отдельные зерна никеля, особенно самые маленькие, претерпевают фазовый переход. То есть, просто расплавляются. А с они расплавляются, значит, у нас происходят какие-то существенные деформации решетки, а в этой решетке никеля находится водород, который не туда проникает. Так. Значит, вот конструкция реакторов, что очень важно людям, которые постараются этот эксперимент произвести. Вот такая трубочка. Вот так она выглядит. Жаростойкий цемент, из которого торчит термопара. Так. Поехали дальше. Значит, предлагается измерять выделяющееся тепло. То есть, есть сосудный реактор, он нагревает воду, вода превращается в пар, пар выходит, когда выключаем реактор, смотрим, сколько пара у нас ушло. Таким образом, мы можем оценить примерный порядок выделившейся энергии. Вот. Значит, вот наш выдающийся российский ученый вместе со своей конструкцией так понимаем, в своей кухне. вот здесь знаменитое ведро, в котором находится вот эта трубочка, и она вот тут работает. Вот здесь тоже получается, что находятся ведерки. Такая ведерка, если по видео вы видели, достаточно убогого вида, и тут некоторые начинают сразу же возмущаться, ну что-то по этому, все-таки какие-то деньги уделяются на исследования, а в результате фундаментальная наука у нас сделает одним энтузиастом в металлическом стареньке как корыца у себя на кухне. Но я хочу сказать, что это нормальная ситуация для всего развития фундаментальной науки. Я уже один раз подчеркивал, что дело обстоит так, что по-настоящему, настоящая вот такая наука управляя, она делается так. Значит, выделяются какие-то деньги, экспериментаторы ставят эксперимент, потом к ним приходят строители, и после этого, значит, они покупают себе, допустим, гамбургер из Макдональдса, обертки и остатки гамбургера выкидывают. И вот на эти остатки гамбургера, по большому счету, на эти остатки и обертки от гамбургера делается настоящая наука. Иначе не бывает. Здесь не надо не обижаться, не расстраиваться. Конечно, забавно наблюдать, как люди, представляющие наши ведущие институты, не встретили все такие эксперименты в штыки. Моги встретить их не только в штыки, но еще они сами не пытаются их воспроизвести, что странно для физики, особенно для их возможностей. Вот. Ну что, поехали. Вот так домашняя лаборатория выглядит у Александра Георгиевича. Ну, судя по всему. Все подписано. Значит, просто электроэнергия начали бралась из ультресети, а потом как-то ее пытались преобразовать. Давайте. Вот счетчик Геггера. Достаточно простой счетчик, но важно, что он показывал, что у нас никакого изучения нет. значит, давайте теперь посмотрим на вот эту самую картинку, как это происходит. Вот у нас здесь нагревается, мощность от 2200 ватт увеличивается, через пять часов тысячи градусов нольвен преодолен. Вот. И оказывается, что во всем пуке счетчик у нас молчит. То есть нету никакого фонового изучения. Теперь посмотрим, значит, на этот эксперимент. Мы видим, что нагрев вот здесь закончился, а осталась некая вот такая легкая проступка. Вообще говоря, вот если бы я бы не знал об экспериментах ОСИ, мне бы притащили подобного рода эксперимент отдельный, без эксперимента ОСИ, без всего ее шума, вокруг него созданного, я бы заметил следующее, что доверять этому ни в коем случае нельзя. Почему? Чем объясняется такая приступочка? Как бы я ее объяснял? Я бы снял тем, что у нас литий находится в газообразном состоянии. После того, как мы включаем нагрев, этот литий начинает компенсироваться на стенках. И за счет этого выделяется дополнительная энергия. Вполне возможно, что вот эту ступеньку можно объяснять этим конденсацией лития, которые находятся в газообразном состоянии. Вот так я бы сказал. Мне бы спросили, откуда такое большое количество энергии, которое выделяется за транспиримент. Я бы сказал, что у Пахомова работает он на незначительное время. Поэтому вполне возможно объяснить выделение энергии, можно объяснить гидрированием никеля. Мы знаем, что при гидрировании большинства металлов у нас происходит выделение энергии. Здесь, скорее всего, тот же самый химический процесс. Реактор работает всего час, примерно, у Пахомова. Поэтому количество выделившейся энергии невелико. И вполне возможно, если мы не знаем экспериментом РОССИ, объяснить химическими процессами. Как и эту преступничку, как и все остальное. То есть, смотрите, какая забавная вещь. С одной стороны, эксперимент РОССИ не убедителен без эксперимента Пахомова. Почему? Потому что повторяемость эксперимента является основным требованием строгости физического эксперимента. С другой стороны, без информации о РОССИ, во всем прочем, у нас оказывается, что совершенно не убедителен и эксперимент у нас полностью оказывается не убедительным и эксперимент Пахомова. Время маленькое, после этого он перегорает. Вот эту ступеньку можно объяснить в конденсации элития. Мы увидим, что измерение полученной энергии, оно выполнено не очень аккуратно и оно имеет свой приблизительный некий характер. И объяснить все процессы, которые здесь происходят, можно за счет чистого гидрирования никеля. Ну и, разумеется, разложение алюминиегидрида вития точно так же. Ну, поехали дальше. Так, значит, вот один из экспериментов. Он показывает, что у нас, вот в этом самом коррекции, отношение выделивших тепла к потребленной энергии большое, 2,74. Насколько я помню, что раньше его было поменьше. То есть, он не был столь заклинан. Ну, значит, удается улучшить какие-то данные. Так, вот что я хочу посмотреть. Посмотрите сюда, вот, внимательно, на эту табличку. Вот электронагреватель, электронагреватель, вот это потребленная энергия, здесь произведенная энергия. Мы видим, что вот в данном случае произведенной энергии больше, чем потребленной, да? Здесь ее меньше, здесь опять больше, а здесь либо цифры перепутаны, потребленной, произведенной энергии, либо здесь почти неправильно. Интересно, что я нигде не видел, что кто-то обратил внимание на то, что вот эти 2 последних числа, они какие-то, ну, странные, да? Потому что 317-373, но не будут никак один меньше, сколько наоборот. вот. Такова, такова, значит, такова, значит, вещь у нас, которая происходит. Откуда коэффициент больше единицы? Ну, очень просто, откуда? У нас источник очень горячий. Это очень горячий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!